ребята всем добрый день я рада приветствовать вас на своем канале и сегодня я хочу рассказать ту ситуацию которая у меня произошла как все те кто меня смотрят мои подписчики все знают что не так давно я выпускала видео где я со своим мужем рассказывала как мы навевали шишки с риелторами как мы покупали свою недвижимость в испании и всякое такое ребята ссылочку от этого видео я оставлю в подсказке и конечно же в описании и вы посмотрите что там я действительно не там ничего абсолютно не рассказывала я не вижу ну причиной раздувать такой конфликт но или человеку это надо но вот два дня назад значит не написал этот риэлтор с которым мы когда-то работали не знаю или он сам мониторил просторы интернета и так ему попалось и он узнал так как помню помню потому что мы не очень красиво расставались или же может доброжелатели сказали в общем мне это абсолютно не интересно но мне прилетело вот такое вот письмо в инстаграм и значит он не начал первые его слова ха 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 типа не най не проживешь но в том плане что слышишь ты там ты много базаришь там ну такое все это было конечно в грубой форме я конечно была дико поражена и вообще удивлена всему тому что я прочитала я если честно слушайте я не риэлтор я не что что я вам такого просто я рассказала то с чем пришлось столкнуться мне вы чё охренели да я имею право рассказать те подводные камни с которыми я столкнулась если вы охренели вы приехали сюда и пытаетесь своих же надурить так так это ваши проблемы мне не надо за это платить и мне не страшно это сказать я не боюсь этого сказать это что там не пишешь что ты можешь твои угрозы засунуть себе в задницу знаешь я очень как-то плевать на это хотела то что допустим номер иностранца стоит здесь в испании 10 евро а ты берешь по 250 евро за номер так я не считаю что это секрет я буду это говорить если это понадобится человеку знаешь я не хочу чтобы вы тоже других людей держали же точно так же за лохов когда-то была локушкой я знаете вы увидели что приехал новый человек без языка без ничего и если у него есть допустим какие-то копейки в кармане то вы должны были раздеть по полной программе если мы посмотрели то жильем новострой и вам было неинтересно в этом потому что застройщик вам уплатил два процента всего лишь за это жилье но нет вы же привыкли брать 5 ни хрена себе чего должна работать мне надо больше ты начал просить помимо других затрат чтобы три процента еще сверху чтобы выплачивали еще мы это в чем секрет это я рассказала то с чем столкнулась я и мне кажется что это большинство знают и свои вот эти вот какие-то там зэковские замашки так оставь их при себе наши если они работали у тебя в россии то здесь это не работает так что я тебя абсолютно не боюсь и можешь застрелиться не абсолютно на тебя пофиг и вообще а если людям те которые планируют переехать сюда и нужно будет какой-то допустим ответ на какой-либо вопрос я всегда это подскажу и не надо меня за что это платить и вообще я конечно ребята в таком шоке и хочу вам единственно что сказать что если вы планируете когда-либо переезжать за границу в частности но в моем случае это в испании очень тщательно подходите к этому вопросу потому что так когда я выбирала себе риэлтора и очень много смотрела youtube они все очень много красиво и сладко все разговаривают но на самом деле когда ты уже встречаешься с испанским риэлтором то выходит все совсем по-другому нет ни в коем случае я не хочу ребята вот хороших риэлторов ни в коем случае не хочу обидеть так как хорошие риэлторы естественно есть и среди моих знакомых они тоже есть но но вот вот эти вот и люди которые приехали с бывшего из ссср да они здесь конечно просто охренели вы знаете они на ровном месте хотят заработать сразу много и побольше и тому подобное конечно просто когда открыла инстаграм я если честно просто была в шоке во первых я не ожидала увидеть такое написание такое в грубой форме это раз во вторых наша сделка уже больше шести лет назад и что этот человек мало что я там рассказала мало что я там говорила или еще что-то ты бы мне мог допустим еще предъявить какие-то претензии если бы я назвала твое имя фамилию а так пожалуйста лучше не наступай мне на хвост потому что пусть у меня канал маленький пусть я допустим только начинаю но я могу озвучить если ты меня достанешь я могу озвучить имя и фамилию и тогда я думаю что достаточно тебе подпорчу репутацию рейтинг твой понизится и твои немножко крылышки подрежутся потому что такие риэлторы это не риэлторы так что я считаю что ребята очень очень чепетильно подходите к этому вопросу и не ведитесь на красивые видео этих людей тщательно все равно проверяйте читайте отзывы и все и только тогда начинайте работать с этим человеком вот такая вот моя не очень приятная негативная сегодня информация ничего переживем и это так что всем огромное спасибо всем мира добра я вас всех люблю и всем пока пока